здравствуйте с вами дядя саша сегодняшний наш обзор будет посвящен системам мелок и пакаут скорее всего я разобью их на несколько частей это плоский органайзер маленький плоский органайзер большой сейчас у меня имеется средний бокс вот он ящик варч пакаут и непосредственно мелоки пакаут рюкзак 8301 но я подумал не буду делать на обзор потому что у меня есть обзор на такой же рюкзак фактически мелоки 8201 которого просто нету нижнего замка для крепления системе пока вот потом увидите и есть видео где все досконально снято показано что сюда заходит какой инструмент как он висит у меня на спине обзора ну все кроме нижнего замка поэтому смысла снимать из-за замка я не вижу нижнюю так покажу поэтому я сделаю ссылку в описании там она будет внизу и вы кто захочет вид как выглядит этот рюкзак внутри и как он может быть наполнен инструментом а также для тех ребят кто не любит рекламу все прочего буды кто не хочет узнать что у меня через месяц день рождения и будет розыгрыш и это один из призов и будет три это один еще два не придумал кто не захочет узнать где почем можно купить расходку в два раза в три а то и в четыре раза дешевле например как это полотно bosch по газобетону которая стоит 4000 его можно приобрести приобрести за тысячу то я эти объявления сделаю насчет призов и рекламы где купить расходку смонтирую в конце видео не будет сейчас на этом застрять здравствуйте с вами дядя саша сегодняшний наш обзор будет на ящики и система мелоки пока вот это верхние ящики классификации как бокс соответственно их артикул европейский а также вы можете сразу видеть что здесь степень защиты айпи 65 они не боятся ударов 35 килограмм нагрузки потом мы видим четко слева изготовитель titronic industrias германия сделано в израиле ну как подсказал мне мой друг александр из москвы хороший друг и специалист тоже области инструмента хороший что сделано не на заводе кеттера израильно соответственно я сейчас покажу все классификации кто не знает чтобы увидел вот на этой картинке справа как это все выглядит вот троллейбокс него называют троллейбус это тележка с колесами не знаю не понравилось троллейбус кстати сразу все их габариты кто живет ребята кто живет небольших городах и нет возможности зайти где-то к официалам посмотреть пощупать не всегда на сайте есть подобная информация поэтому можете посмотреть все габариты и даже это сейчас облегчит не в съемках потому что мне не нужно будет проговаривать вот он раз два три вот этот ящик соответственно вот его габариты и мне не нужно будет это произносить вот это на органайзер еще на один органайзер это на мало органайзеры у меня на них обзор на этот я тоже есть обзор чай нет но будет на этот мы сейчас делал обзор на это я уже делал обзор на рюкзаке и делал рюкзака даже нет который пристегивается 8301 и нет у меня только пока на троллейбус обзора ну надеемся что будет значит так слева от нас это американская версия сейчас будет немножко интересно покажу вам замки опять отличается только ребят вот такими замками почему-то вот у американской версии они такие все блестящие такие красивые никелированы а здесь как более хромированы в европейской все цветы все никаких там хрупких пластмасс я уже это показывал когда делал обзор на largebox вы видели что пластмасс одинаково это все мифы хрупкости вот этих ящиков значит так открываем и что мы видим а ей набор такие наборы я вожу из сша это вы сказать на эту крышку меня общинаем самая прекрасная цена но об этом не будем все кто знает меня те обращаются по этим вещам в контакте не будем сейчас загрязнить эфир просто хочу показать что здесь лежит дрель шуруповерт мелоки 18 вольт с 5 амперным аккумулятором сюда уже не подойдет ни шесть на девять тем более 12 видите в этот вкладыш ручка и винтоверт 18 вольтовый новый который уже усовершенствованный помощнее нестандартным 2 амперным аккумулятором маленький соответственно сама зарядка вот так значит в таком варианте хочу сразу сказать что это просто дешевле привести можно купить со вкладышами как в этом варианте черным но с такими вкладышами сша будут дороже но у нас будет еще один спонсор из солнечного дагестана который все же купил у меня такой ящик красный поэтому мы увидим его в обзоре и скоро он ко мне приедет а сейчас соответственно мы видим что они абсолютно одинаковые идентичные внутри те же резинки защиты как у всех пока единственная разница что у этого этого нет можно такой совпады что просто это будет на порядок дороже за счет того что здесь инструменты поэтому себестоимость получается ниже так переходим значит непосредственно к вкладышам вкладыши ставятся два этажа обычно слева и справа здесь соответственно есть перегрузка который вынимается делят на несколько частей данный лоток или вкладыш то как его называют справа видите вкладыш или лоток сюда очень удобно ложить я не знаю я положил маркеры какие-то мелочевки такие что быстро под рукой для разметки карандаши маркеры ну кто подскажет может быть под видео чтобы сюда он много чего можно положить вариантов много заначку можно положить от жены презервативы погулять здесь у нас еще один вкладыш соответственно здесь обычно инструмент лежит я конечно была мне идея гонять из сша вот такие ящики набивать их вот такими вкладыши на чтобы дешевле но когда я увидел сколько они весят и каких они габарит в руках подержал и идея печатание на 3d от пола литье пласт пластика блин в кустарных производствах тоже это ерунда поэтому поэтому либо так либо так я считаю что в таком варианте даже которые привожу с сша вот это отличный вариант для меня как для электромонтажника это планшет о чем-то и не нужны есть органайзеры на которых будет обзор попозже для мелочевки для инструмента есть рюкзаки которых кармашка в немерено там десятками это гораздо удобнее чем здесь это все будет лежать царапаться чем мягких кармашках и вот эти вот значит места можно наполнить хорошим инструментом я можно положить то что вот не положить например в латчбокс или в троллейбус более такие вещи которые боятся чем-то соприкосновение понимаете если в этот троллейбус или в латчбокс можно накидать перфоратор и различные вещи которые не боятся там ударов друг об дружку при транспортировке то сюда я бы рекомендовал положить что-то такое наподобие наверное уровней лазерных что-нибудь такое более нежное сделать под него можно мягкие такого плана какие-то вкладыши нарезать они продаются вот и выложить более такие нежные вещи которые не должны с тяжелым инструментом в болтанке быть я бы наверно поступил бы так есть полно таких инструментов там всевозможные лазерные уровня не рулетки лазерные все что боится ударов там таких ужасных вещей кто подскажет еще сейчас мне сразу я об этом не думал я все обзоры делал бы сценария поэтому поймите вещей таких полно нежно и каждый по специальности специалист подскажет в каждой своей специальности есть такие вещи тем более уровни полно еще и водяных которые тоже нежно вот значит показываю еще разок как он закрывается тоже наверно много раз замок мощные замки покажу еще раз кто не видел ручка пазы замок которые пристегиваются соответственно к нижнему ящику боковые стойки такие вот которые не дают развалиться ящику при ударах при падениях защищает увы что очень хорошо пазы соответственно тоже чтобы прищелкнуть закрываем метод так сейчас секундочку защелки все с характерным щелчком закрылась для того чтобы закрыть здесь есть вот такая штучка вот на котором нужно пальцем надавить вверх и потянуть соответственно на себя все пожалуйста легким и изящным движением руки а спонсором спонсором сегодняшнего нашего показа у нас был еще раз напомню тимур из города били бей прекрасный город и никита из прекрасного города красноярска за что им спасибо огромное если бы не они скорее всего это обзора бы возможно и не было а тут такой как раз идеальный вариант развить мифы о красных и черных ящиках и надпись ноу степ пожалуйста не вставайте не прыгайте все же с вами был дядя саша до новых встреч в эфире здоровья вашим близким и родным до свидания ну вот как обычно когда что-нибудь снимаешь потом обязательно что-то забудешь о чем-то сказать но вот в этот раз забыл я сказать что здесь есть отверстие под навесные замки загадка не сейчас увидит мужики что сюда можно навесные замки вешать обязательно эти ящики купят заначку прятать от жены от тещи и бабки и пол литру так вот здесь есть отверстие для навесных замков и ручки я забыл сказать такие шикарные ручки складываешься красотень а так они смотрятся одновременно пристегнуты красный с черным с вами был дядя саша еще раз всего хорошего а теперь минутка рекламы и объявлений 23 марта у меня будет день рождения и будет розыгрыш это один из трех призов которые будут будут еще два кроме этого но я пока не знаю какие для того чтобы участвовать в розыгрыше нужно будет зайти на мою страничку вконтакте или лучше в группе вконтакте под этим видео будет ссылка на группу мою вк и на мою страничку вк и написать там участвуем и 23 марта мы разыграем три приза вот по поводу того что я хотел сказать рекламы занимаясь этим расходкой кто не желает например покупать вот такой бур хеллер в магазине не буду говорить в каком известном где он стоит 700 рублей может приобрести у меня за 200 этим кстати буром классно выбивать штробы что и дело рекомендую лопатка это ерунда по сравнению с буром кто не хочет например покупать такое полотно бошевская для газобетона силикатного кирпича которым я сделал все вот эти вот стены с газобетона порезал вот стоит ему магазине 4 700 ну кто хочет может за 4 700 купить магазине кто хочет может у меня за тысячу купить вот так же есть различные полотна это 2 с лишним стоит магазине мне можно купить за 700 и так далее все дешевле детские силки 125 доштрабление оригинал 1800 магазине они уровень и тысячи сил и так далее буры также такой бур четырехгранной хилки стоит в районе 2000 меня 750 рублей буры маленькие хеллер который мне нравится много лет работы хеллер бионик быстро буры которые не боятся арматура стоит магазине там порядка 220 рублей у меня в полцены 110 и многое многое другое очки фильтры для электриков от пыли 100 рублей пару магазине тысячу стопом вот эти фильтры сейчас сам летом я покупал по полторы тысячи сам теперь продаю по 700 очки уикс фирма уикс знаменитая которая делает защелки также цены недорогие 800 рублей это не стоит порядка 1400 1300 магазинах полу маски силиконовые фирменные оригинал не совета 3 маски очки классно тоже по цене 2 раза дешевле ну и все кто знает конечно я занимаюсь мелоки инструментом продаю так что можете обращаться в вк это все у меня в вк в группе на мою страницу можете спрашивать по ценам конечно много здесь нет все различные немецкие буры много много еще не представлена здесь обращайтесь будут взаимовыгодное предложение